Пусть ABC — треугольник, в котором угол ACB равен π на 6. Вот это вершины ABC. И известно, что угол ACB, вот этот, равен π на 6. Полагаю, что это π на 6 радиан. Или что то же самое — 30 градусов. Затем тут сказано, пусть ABC обозначают длины сторон противоположные ABC, соответственно. То есть это ABC. Каковы значения x, для которых A равно вот этому, B равно этому, а С — этому? Давайте подумаем. Во-первых, нужно найти связь между ABC в этом угле. Когда мы ее найдем, мы сможем заменить их на эти выражения. И потом найдем x. Вначале вам нужно подумать о том, как связать длину B, длину С и длину А вот с этим углом. Вам должна прийти в голову теорема косинусов. Теорема косинусов. Теорема, которая говорит нам, что С квадрат равно А квадрат плюс B квадрат. По сути, это теорема Пифагора с маленьким добавлением вот здесь, потому что это не прямоугольный треугольник. А в квадрате плюс B в квадрате минус 2B умножить на косинус С. В этом случае угол С вот здесь, то есть я хотел сказать угол АСБ, вот он, будет равен 30 градусам. Чему равен косинус 30 градусов? Чтобы хорошо сдать экзамен, эти вещи лучше заучить, чтобы не тратить время на экзамене, чтобы вспомнить все это. Итак, вот у нас 30 градусов, а эта сторона равна единице. Это равна одной второй, сторона противоположная 30-ти градусному углу. Здесь будет 60 градусов, а все вместе будет 30, 60, 90 градусов, так что это корень из 3 делить на 2. Косинус соотношения прилежащего катета гипотенузе, то есть квадратный корень 3 вторых делить на единицу. Значит, в этом примере С квадрат равно А квадрат плюс B квадрат минус 2B. То есть все это — это квадратный корень из 3 делить на 2, то есть умножить на корень из 3 делить на 2. Двойки сокращаем, получаем С квадрат равно А квадрат плюс B квадрат минус корень из 3 умножить на АВ. Следующее, что я хочу сделать — заменить А. Я заменю его вот этим выражением. АВ я заменю вот этим выражением. Наконец, С я заменю этим выражением вот отсюда. Но надо быть осторожным, надо убедиться, что я смогу как-то это все упростить. Потому что если просто взять А отсюда, х квадрат плюс х плюс 1, если поставить это в квадрат, получится что-то в четвертой степени. В случае с B тоже получится что-то в четвертой степени, и тут у меня еще квадратный корень из 3. Посмотрим, можем ли мы хотя бы преобразовать это или раскрыть корень 3, немного сделать хоть что-то, что даст нам надежду разложить это и решить уравнение. В большинстве западных экзаменов, если вы сдаете САД или участвуете в чем угодно, хоть в олимпиаде по математике, если вы продираетесь через математику, перемножаете огромные многочлены, вы, скорее всего, делаете что-то не так. В большинстве западных экзаменов, таких как САД, вам надо уловить некую хитрость, чтобы внести в задачу ясность. Как только вы разгадали эту загадку, задача обычно решается в два счета. То есть, если вы продираетесь слишком долго через нее, обычно это значит, что вы делаете что-то не так. Задача по математике JEE… Я только недавно получил о них представление. Мы никогда их не делали, я же не рос в Индии. Но в этих задачах есть некая хитрость, и кроме нее вам придется решать кучу математики. Придется использовать все свои навыки, чтобы делать было проще. Составитель задач для JEE определенно куда строже, чем составители американских задач. Давайте просто отделим корень из 3AB, добавим его с двух сторон, корень из 3AB+, добавим сюда, корень из 3AB, давайте поставим С2 на эту сторону уравнения. Давайте вычтем С2 с обеих сторон уравнения. Итак, минус С2, и опять минус С2. С этой стороны вот это сокращается. И остается только корень из 3AB, равный А2 плюс B2. А2 плюс B2. Давайте это сократим. Минус С2. Я просто преобразовываю уравнения. Минус С2. И теперь вот, что у нас получилось. Теперь можно разделить обе стороны на AB. Если я разделю это на AB и правую сторону AB, это сокращается. Я как бы изолировал корень из 3. Надеюсь, с этой стороны уравнений у меня останутся только целые числа. То есть, корень из 3 равен А2 плюс B2 минус С2. Давайте вычислим, чему равно все это. Разложим это, прежде чем переписывать. Начнем. И чему равно А2? Давайте подумаем об А2. А2 равно… Вот в этом месте от вас требуется показать, можете ли вы перемножать сложные многочлены. Это будет x² плюс x плюс 1 в квадрате. Или x² плюс x плюс 1 умножить на x² плюс x плюс 1. Или 1 умножить на все это — это x² плюс x плюс 1. x умножить на это будет x плюс x² плюс x³. Не знаю, заметили ли вы, но я иду в быстром темпе, потому что хочу решить задачу побыстрее. Уложиться в отведенное время. Наконец, x² умножаем на все это. x² умножить на 1 будет x². x² умножить на x будет x³. И x² на x² будет x⁴. То есть а² будет равно x⁴ плюс 2x³ плюс 3x² плюс 2x плюс 1. Это а². Чему равно b²? Выглядит попроще. b², вот это b. Итак, b² равен… Это будет просто x⁴ степени минус 2x² плюс 1. И, наконец, c². Это еще проще. По крайней мере, здесь они нас пощадили. c² равно 4x² плюс 4x. 2x дважды это вытекает из этой двойки плюс 4x плюс 1. Числитель нашего выражения. Давайте перепишем все, что мы упрощаем. Теперь корень из 3 равен… Нет. Так нам не надо. Давайте делать это шаг за шагом. Это равно a², вот этой штуке здесь. Тут x⁴ степени. Давайте я отмотаю вниз. Вот это плюс это, минус вот это… Давайте я просто сделаю так. Вот это плюс то, что синим, плюс x⁴ минус 2x². Будет проще прибавлять их вот так, плюс 1. И теперь минус вот это минус c². Минус… Тут получится минус 4x² минус 4x. И тут у нас минус 1. Теперь мы их суммируем. Это будет числитель нашего выражения. Квадратный корень из 3 у нас будет равен… Изображу это здесь. У нас 2x⁴ степени… Давайте немного отмотаем влево. У нас 2x⁴ степени плюс 2x³. Потом 3x² минус 6x² будет минус 3x². 2 минус 4 будет минус 2x. И теперь у нас 2 минус 1 будет просто плюс 1. То есть числитель… Вот эта штука упрощается таким образом. Он равен 2x⁴ степени плюс 2x³ минус 3x² минус 2x плюс 1. А знаменатель… Знаменатель AB. А… Вот эта штука здесь. А равно x² плюс x плюс 1. И B, мы его видели тут, наверху. B, на самом деле, он у нас написан вот тут, сверху. B равно x² минус 1. Итак, B — это x² минус 1. Вот здесь нам нужно найти x. Если мы всё это умножим на корень из 3 и вернёмся назад, приведём это в ту же форму, что и наверху. У нас будет многочлен четвертой степени с квадратными корнями из 3. У нас всё ещё многочлен четвертой степени. По крайней мере, у него целые коэффициенты, что даёт мне надежду на то, что я смогу его разложить. Может, я смогу найти корни, которые характерны для числителя и знаменателя, и, может быть, смогу упростить эту проблему. На этом месте я останавливаюсь, поскольку выхожу за рамки 10 минут. В следующем видео попробуем разложить этого гиганта и посмотрим, есть ли у него общие множители с этим значением. И попробуем найти x. Академия Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...